А занимались раньше чем? Я занимался всем. У меня, во-первых, экологический тип заикания. Скажем, если я выпью, я не заикаюсь. Либо, то есть, скажем, я в 89 году был исследовался в лаборатории патологии речи института имени Сербского. Это был такой дневной стационар, что-то типа месяца на полтора. В общем-то, там проверяли, у кого заикание органическое, у кого психологическое, то есть у меня психологическое, органические нарушения я заметил. И последствий был период, когда я занимался с психологами, психотерапевтами, психоаналитиками, психо всякими. Чуточку помогало, но я бы не сказал, что очень уж сильно. А мне стало тревожить в последнее время, что я начинаю все больше заикаться мысленно. Этого раньше не было, либо не было в такой степени. Уничтожить. Наша таможня уничтожает сыр. Упаковка. Не смотрит на его упаковку. Уплотнитель. Уплотнитель очень важен для окон. Уникально. Уникальный. Он обладал уникальным знанием. Униформа. Женщины любят мужчин в униформе. Управа. Я найду на него управу. Упор. Нужно сделать на этом упор. Упорный. Я тупой, но упорный. Упрек. Это прозвучало как упрек. Упрощение. Упрощение, мать учения. Ураган. Ураган двигался на побережье. Уровень. Уровень воды может подняться. Урожай. Весь урожай тогда погибнет. Урожденный. Урожденный. Как же это? Типа коренной, исконного происхождения, потомственный, землепашец, тут есть подсказки, волжанин. По происхождению он урожденный казак. Усеять. В поле было усеяно трупами. Усилие. Я прилагал много усилий. Ускоритель. Ускоритель элементарных частиц. Условность. Я плевал на эти условности. Условный. Он получил условный срок. Уста. Рот раньше назывался уста. Устав. Как? Устав. Поевые уставы написаны кровью. Устой. Он подрывал устои общества. Устремление. Он был в плену высоких устремлений. Февраль. Скоро придет февраль. Федерация. Я поднялся на башню федерации. Физкультура. Физкультура. Можно больше заниматься физкультурой. Фигура. И тогда будет хорошая фигура. Физиономия. Утром была перекошенная физиономия. Физика. Физика и химия – мой любимый предмет. Фиксировать. Нужно фиксировать угонки. Философ. Он не только поэт, но и философ. Финансы. Финанс. Мои финансы поют равназначные. Вот у меня такая же фраза пошла в голову. Финт. Финт. Футболист исполнил изящный финт. Фонт. Теперь смотрите. Фонт пишется на д. А звучит всегда т на конце. Фонт. За удобством. Он перечислил деньги в благотворительный фонд. Он. Да. Фонт. И. Да. Юва. Юва. Да. Она вертелась как юва. Юниор. Юниор. Он играл в команде юниоров. Юридический. Юридический. У фирмы изменился юридический адрес. Юрист. Мы в нашу фирму ищем юриста. Юридический адрес. Ягненок. Ягненок. Он глеял как ягненок. Ядовитый. Этот плод был ядовитым. Юдром. рядом с пушкой лежало ядро язык он показал маме язык яйцо он приготовил на завтрак яйцо ярмарка это ярмарки краски ясные он получил ясный приказ ящик как бы не сыграть в ящик в целом это естественно политики должны интересоваться тем что реально волнует население очевидно что отсутствие тимофеевой на пресс-конференции у н.ф. производные от декабрьского решения о ее уходе с поста председателя у н.ф. добавляет эксперт сейчас нет сейчас нет общего мнения о том насколько проблемной является мусорная реформа но позитивной тему назвать трудно полагает политолог михаил виноградов есть запрос на урегулирование наиболее кризисных ситуаций например с очень высокими тарифами например с очень высокими тарифами но легкого решения здесь может не оказаться поэтому тактически для ун.ф. хорошо если граждане пойдут им жаловаться на неправильность реализации реформы на местах у госдума же по мнению эксперта особой позиции на этот счет не было они не стали доводить ситуацию до точки кипения дав декабре возможность желающим фактически отсрочить многие положения реформы к тому же в целом реформа воспринимается как потенциально проблемная едва ли не вторая пенсионная реформа хотя это преувеличение поэтому большого числа интересантов по работе с этой темой нет добавляет виноградов все конец статьи да смотрите теперь надо будет включить какой-то телевизор и уже начинать озвучивать то что происходит то есть можно своими словами можно если конца слушать то есть то то о чем они говорят то есть там типа женщина там там женщина-мужчина говорят о том-то о том-то там одеты в то-то то-то такая-то погода то есть все что приходит на ум а? включить сейчас ну это можно телевизор да либо ютуб в телефоне в принципе новости любой канал ну хорошо да для того чтобы была картинка вот звук можно сделать пока не громко собственно для того чтобы он особо не мешал вот ну и собственно но так чтобы слышать немножко о чем идет речь потому что если если люди сидят на одном месте и картинка не меняется то как бы ты уже не знаешь что озвучить и можно озвучивать то о чем они говорят то есть просто пользоваться там брать информацию и ее пересказывать озвучивать для того чтобы вас понял там другой человек который там слушает но опять же сейчас не упор на то чтобы я там понял да как слушатель а просто по одному два три слова четыре просто взяли подгрузили сказали то есть вот так вот особо тоже там не надо чтобы я понимал пока там по крайней мере первые часы чуть позже будет уже там на краткость емкость лакомичность что такое вот это уже позже а пока вот все ради техники а там уже можете прям реально выцеплять какие-то предложения там легкие элементарные и их пересказывать сейчас такой у нас идет базовый уровень скажем так а значит просто сейчас в пересказе то есть как бы смысл не очень там да то что происходит там идет девушка там да например она где-то в такое такое то есть да да именно для себя сейчас да не для собеседника а просто озвучивать главное чтобы хоть что-то озвучивать и не замолкать вот больше такая цель хорошо побольше побольше ага то есть просто можно включить фантазию я включил телеканал рбк тв это мой самый часто смотрибельный телеканал я считаю его наиболее взвешенным новостным каналом раньше он был независимым но сейчас там контроль государства тем не менее это самый информативный и не ангажированный телеканал они сегодня а они сейчас обсуждают главный сегодняшний скандал о болезни сенатора арашукова этого сенатора обвинили в участии в организованном преступном сообществе и в частности в организации нескольких убийств сегодня утром в совете федерации прошло голосование о снятии неприкосновенности с этого сенатора как водится совет федерации проголосовал единогласно и сразу же четыре человека подошли к этому сенатору вывели его под руки из зала заседания арашуков был известен тем что он самый молодой сенатор в россии ему по моему тридцать два или тридцать четыре года одновременно в петербурге арестовали его отца одновременно проводились обыски у них дома в карачаево черкесии это очень масштабная операция сегодня все они говорят так но сейчас я вижу на экране что пригласили какого-то эксперта два ведущих мужчина и женщина это постоянные вечерние ведущие РБК ПВ кто эксперт я пока не понимаю там нет титров на этот счет но он что-то долго говорит но поскольку звук приглушен я не могу я могу сказать то что я прочитал сегодня что когда проводили обыски у них дома в карачаево черкесии у них нашли столько денег что не могли пересчитать и принимали то есть следствие принимало деньги на вес вот и отца этого сенатора арашукова который работал в питере одним из руководителей газпром межрегион газа его обвинили в воровстве газа на 30 миллиардов рублей вот такие цифры ну и так далее то есть и там целый клан уже в интернете по телевидению выстраиваются целые схемы дядьки тетки там племянники родственники ну там Кавказ понятно вот и уже речь идет о полутора десятках человек у которых идут обыски которых там крутят и по поводу каждого из них звучат подобные цифры то есть там именно миллиарда рублей я сегодня в маленьком шоке честно говоря потому что это все сравнимо с бюджетом республики маленькой вот и совершенно ясно что это было известно очень давно стрели ждали приказа ждали отмашки не арестовывали люди воровали там выводили деньги за границу и вот сегодня кто-то щелкнул пальцем сейчас в общем все каналы говорят об этом так следующая тема Россия на пороге ежегодной эпидемии гриппа сейчас ведущий в прямом эфире расспрашивает какую-то женщину какую-то женщину специалиста женщина одета в белый свитер перед этим показывали очереди в поликлинике я не знаю в каком это городе давайте я поговорю это родители слушаю алло да привет отец я почему-то по твоему мобильнику не могу дозвониться ну потому что у нас мобильник здесь берет очень плохо мы же в яме а ясно слушай какова моя судьба завтра съездить за остатками а завтра завтра Алексей к тебе приедет Алексей к тебе приедет около часа и в принципе давай сейчас это не обсуждать я маленько занят а мы сегодня пойдем гулять и зайдем к вам где-то где-то так сейчас 7.06 ну где-то у вас будем 8 8.15 и все обсудим ладно ладно ну ты получил от Алексея сегодня первый взнос получил и получил твою получил и получил твою карту я приду и мы с тобой настроим этот интернет банкинг потому что мне нужен твой телефон чтобы настроить смс а то есть мне нужна твоя смс чтобы настроить интернет банкинг ну а мне нужен твой мобильный телефон чтобы я зашел в эту банковскую систему Сбербанка и настроил тебе этот интернет банкинг понимаешь ну я дело в том что я свой мобильник не помню сейчас буду искать нет пап ну важно чтобы он у тебя был а ну телефон при мне ну все я приду и все сделаю ты не беспокойся ну хорошо я понял ладно все до встречи около восьми там восьми пятнадцати ладно хорошо хорошо все давай пока ужинать у вас не будем хорошо ладненько счастливо ну что уже мне кажется лучше ну вот сначала до пятерочку даже несколько фраз таки прям я чувствую что как бы вы помните о спусках помните я еще на уроке было потом я сбился вот да увидел сбили воплощи свою но очень хорошо что попытались исправиться в принципе это получилось несмотря на то что человек вас услышал все равно то есть это очень важно вот как бы как скажем так исправились даже как способный ученик довольно таки да как бы есть такое вот и потом еще было раз